Здравствуйте, дорогие наши друзья и зрители телеканала ТВН! С вами пасторы Петр и Галина Беднюк в программе «Твой лучший день!» Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить на тему спасения. Какая чудная тема, когда мы понимаем, насколько важно разуметь и понимать, что мы спасены. И от чего спасены, мы хотим показать, как получить спасение и от чего мы спасаемся. Сегодня, дорогие друзья, настолько прекрасный день, что является самым лучшим днем в вашей жизни. Вы скажете, возможно ли это? Ну, мне кажется, что так не смотрится. Но я вам хочу сказать, мы имеем возможность жить в этом дне. И не просто жить в этом дне, но с Богом мы можем жить. И вы можете слышать сегодня, прямо сейчас, самую лучшую новость, которую мир может предложить сегодня вам. Сегодня много новостей различного рода. Но Господь с небес, Он провозгласил чудесную новость, которая актуальна и насушна прямо сейчас. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы верующий в Него всякий человек не погиб, но имел жизнь вечную. Дорогие друзья, это новость сегодня для каждого человека. Каждый, кто призовет имя Господне, спасется. И Господь призывает сегодня, говорит, сделай выбор. Придите ко мне, все концы земли, и будете спасены. Это самое главное, дорогие друзья. Возможно, вы не думаете, что вам нужно спасение, от чего мне спасаться. Обычно люди думают, ну, спасение, похоже, нужно человеку, который в тяжелом состоянии, со здоровьем, или там где-то в воде не может выбраться, утопает уже, или в огне. Дорогие друзья, мы сегодня говорим о том спасении, не просто временном, когда мы можем помочь друг другу, как бы спасти жизнь человека. Это очень правильно и замечательно. Но мы говорим о вечных ценностях, о вечном спасении, который Бог предлагает каждому человеку. И мы будем в этой программе смотреть, почему важно и почему необходимо спасение каждому человеку. Будьте с нами. И действительно, мы рассуждая о том, что о важности спасения, мы понимаем, насколько важно человеку понимать вообще, что он утопает. Вот это самое важное. Потому что если ты не понимаешь, что тебе необходимо спасение, ты думаешь, о чем идет речь вообще. И Библия конкретно нам показывает, что человек без Бога, он не имеет жизни вечной. И не просто даже не имеет жизни вечной, а он имеет вечные мучения, понимаете. Или мы сегодня, живя в теле, здесь, на земле, в этом материальном мире, делаем этот выбор, следовать за Богом, покориться Его волей. Или же мы не можем его сделать никогда. Да, потому что Библия говорит, живя в теле, человеку должно родиться, однажды родиться и однажды умереть, и потом суд. К сожалению, столько сегодня людей, вот это реинкарнация, есть религии, которые конкретно учатся о том, что человек будет перевоплощаться, о том, что, ну ладно, не получилось в этой жизни твоей, потом ты перевоплотись и будешь кем-то другим. И вот о чем даже до абсурда дошло, ты, может быть, козявкой будешь, или почему вот даже корень вегетарианства, потому что не скушать своего кого-то родственника бывшего. Понимаете? Это смешно, но, к сожалению, люди верят в это, и верят очень серьезно. И нам надо определиться о том, что какой у нас стандарт. Мы видим для нас, верующих людей, Библия является стандартом, который, можно сказать, показывает нам измерение о жизни. Все, что написано в Библии, если мы читаем, мы принимаем за стандарт и за истину. Если мы Библию не воспринимаем как книгу, которая есть, как, можно сказать, инструкция от Бога, то, знаете, мы можем насмехаться над этим и спорить. Очень важно определиться, принимаем ли мы Библию, это Слово Божие, которое мы и многие люди, которые вот последовали за Богом, они последовали благодаря тому, что они утвердились для себя, что Библия является Словом от Бога. Почему? Интересно. Почему? Потому что вначале было Слово, и Слово было Бога, и было у Бога, и Слово было Бог. Дорогие друзья, напишите нам и позвоните, что вы желаете понимать больше или узнать о спасении. После короткой паузы мы вернемся. Дорогие друзья, вы в программе «Твой лучший день». И сегодня мы говорим на тему спасения. И когда мы пришли к этому, можно сказать, знаменателю, определиться для себя, что является основанием для нашего спасения, или, как мы можем знать, что нам вообще необходимо спасение, вот Библия – это Слово от Бога, книга, которая гарантирует то, что она принесет нам спасение, как получить спасение. Конкретно, извиняюсь, инструкция, инструкция жизни. И вот каждый человек для себя должен определиться, вот я принимаю это за эталон или нет, или это все какие-то сказки. Вы знаете, Библия – это вообще неповторимая книга. Книга, на которую посягали, чтобы ее уничтожили, что ее сжигали, ее уничтожали. И она до сих пор самая читаемая, самая более печатанная книга. Почему? Потому что эта книга не просто нам, знаете, рассказывала что-то, а она предсказывала. И то, что Библия была предсказана за сотни тысяч лет, оно исполнилось. И мы ее можем проверить. И археологи сегодня подтверждают. И вот для нас самое важное, я считаю, что для каждого человека взять и выяснить для себя. И можно сказать, так исследуйте, исследуйте Библия, является ли Библия эталоном. И уже из этого мы будем отталкиваться. То, что тут написано правда, если это правда, то нам надо очень серьезно обратить внимание на те, можно сказать, заявления, которые эта книга делает. Да, воистину, дорогие друзья, Господь говорит, Бог говорит через свое слово, что если будешь веровать, что Иисус Христос воскресил Иисуса Христа из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует праведности, устами исповедует ко спасению. Да, вы зададите вопрос, а как знать, что Иисус Спаситель, может еще другие какие-то есть Спасители. Вы воззовите Господу, и Господь говорит, воззови ко мне, и я услышу тебя, и отвечу тебе, и не только отвечу, но покажу тебе великое и недоступное. Дорогие друзья, Библия – это книга книг, это священная книга, это книга жизни. И это на самом деле сам Бог, это Его инструкция сегодня для нас. Да, дорогие друзья? И она раскрывает нам. Приобретите Библию, и это будет очень полезно для вас. И не просто полезно, это будет благословение такое, какое вы еще даже себе не представляли. Библия говорит, что все согрешили и лишены славы Божией. Ибо возмездие, то есть зарплата за грех – смерть, а жизнь вечная – спасение во Христе Иисусе Господе нашим. Да, многие люди говорят, я хороший человек, и нам свойственно думать, что мы неплохие люди. Не просто неплохие, а еще и хорошие люди. И я не сомневаюсь в этом. Ну, интересно, премудрый Соломон, которого многие знают из еврейского народа, и кто читает литературу такого рода, он говорит, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – к смерти. Да, вот это самое важное, что человек как себя измеряет, что он хороший человек. Знаете, он сравнивает себя с плохими. И, соответственно, с плохими он кажется на фоне плохих людей, он хороший. Но мы должны смотреть, сравнивать себя со стандартом Божиим. И написано, Библия конкретно говорит, никто, кроме Иисуса Христа, не дотянулся до этого стандарта. При всех своих желаниях, вот апостол Павел, который пытался делать все, и он говорит, я фарисеист, фарисеев, исполнил законы, и все-все. Но когда он пришел к Богу по-настоящему, он увидел, что он говорит, я несчастный грешник, который может быть хуже вас всех. Знаете, и это показывает пример, когда темновато в комнате, ни пыли не видно, кажется, ой, порядок, все. Но когда свет включаешь, и видно, ой, сколько паутины, сколько пыли, вот точно так, чем ближе мы к Богу, тем больше мы сознаем свою греховную сущность. И чем больше мы сознаем свою греховную сущность, тем больше мы понимаем, что мы сами не в состоянии справиться с этой сущностью. И мы обращаемся к Богу, и мы в смирении, понимая, вот это, обращаемся к Богу зачем? За спасением. Вот этот крик души, когда, Господи, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти, это выражение действительно апостола Павла, который увидел, что я несчастный. Если без Бога, кто может вообще, это смертное тело, которое греховное, которое оно настолько стремится к греху, оно по-плоцки мы помышляем, по-плоцки мы реагируем. И если мы не воззовем к Богу и не произведем вот это, можно сказать, верою возрождение, духовное возрождение нашего духа, который будет в контакте с Богом и получать от Бога силу преобладать над этим грехом, вот только единственное, что спасти может только Бог. Но мы в этом задействуем. Дорогие друзья, позвоните, напишите, мы возвратимся и продолжим эту тему. Друзья, вы в программе «Твой лучший день». Воистину сегодня ваш самый лучший день. Вы имеете возможность слышать Слово Божие. Слово Божие, оно живо и действенно. Оно проникает до разделения души, духа, состава, мозгов, судит намерения и помышления сердечные. И нет твари, нет творения, сокрытого от него, но все обнажено пред ним. Ему дадим отчет. Дорогие друзья, очень важно иметь фундамент в своей жизни. Имеете ли вы фундамент в своей жизни? Если Слово Божие, я вам говорю, вы на твердом основании, вы на правильном основании, вы сможете увидеть того, может быть, о ком вы мечтаете, Бога на самом деле. И что мы хотели сказать? Что действительно упомянуто было то, что при свете мы можем видеть то, что без света мы не видим. Иисус сказал, Он не просто сказал, Он это заявил со всей уверенностью. И ни один человек, даже если кто-то посмел бы заявить, это все не будет работать, оно и уже жизнь показало. Но Он заявил, что Я есть свет миру. И кто последует за Мною, за этим светом, тот не будет уже оставаться во тьме, но будет иметь в себе свет жизни. Когда-то Он сказал, что вы есть свет этому миру. Дорогие друзья, пока мы следуем за светом, мы можем видеть, что происходит. Как только мы оставляем свет, отключаем свет, мы находимся во тьме. Поэтому идите за светом, который есть Иисус Христос, и Он просветит вашу жизнь. И в вашем окружении, в вашей семье, в вашей душе станет светло. Придет свет жизни. Это жизнь вечная, спасение, которым вы будете радоваться безмерно, радостью непрестанною. И эту радость спасения вы сможете понести для других людей. И мы часто говорим, мы хорошие люди, мы никого не убили, ни у кого не своровали, ничего, возможно. Да, и вот тем, наверное, нужно спасение. Но о спасении, дорогие друзья, мы говорим, чтобы Господь нас спас. От чего же Он нас спас? От наших грехов. И обратно же, ну какие у меня грехи? Вот у этих есть грехи, пусть эти люди там каются. Вот посмотрите, по новостям показали, вот какие нехорошие поступки совершают даже религиозные люди. И сегодня мы притыкаемся, что люди, которые претендуют быть верующими, они поступают часто еще хуже, как бы тех, которые и не верят в Бога. И это большой соблазн, конечно, и большое преткновение. Это негативная сторона. Но не есть извинения, действительно. И на самом деле, если мы заглянем свое сердце и соразмерим стандартом Библии с этим эталоном, то мы обнаружим, дорогие друзья, если мы будем честны к себе, что мы все грешные. Почему? Потому что даже если мы помышляем часто надменно, высокомерно о других людях, это уже в глазах Божьих, когда мы унижаем кого-то. Даже не сказал, мы уже совершаем грех. А разумеющий делает добро и не делает тому грех. Ну, мы можем себя защитить. Я живу для себя, да, мы живем эгистично, это тоже грех. Для кого же нам жить, дорогие друзья? Мы предлагаем посмотреть в Библию вновь и вновь, посмотреть, для чего мы сотворены, какая цель, то, что мы на этой земле живем. Ведь Бог имеет предназначение для нас, и Он хочет открыть нам свою волю, чтобы мы восполнили то предназначение, которое Бог имеет для нас. Да, очень интересно, даже вот написано, ненавидящий брат, это человека-убийца. Представляете, вот возненавидел кого-то, а сколько раз подходит вот это негативное такое чувство, которое вот не терпит человека, как он со мной поступил, что он сказал, а что он вообще о себе думает, почему он так себя ведет. Знаете, и человек смотришь, и разгорается чем? Ненавистью. А почему сравнивает человек-убийца? Потому что прежде убить человека, надо его возненавидеть. Понимаете, никто так случайно не убивает вот так на ровном месте. Понимаете? В основном из-за того, что человек уже замышлял это. И замышлял довольно долго. И уже даже есть в суде вот именно разница, как убил случайно или убил уже преднамеренно. Поймите? А Бог смотрит, что ты уже ненавидишь. Ты уже, если тебе предоставится возможность, то ты его убьешь. Понимаете? Мы думаем, что нет, я это не сделаю. А Бог знает. Поэтому он видит уже, что это уже фактически как совершенный акт. Дорогие друзья, позвоните, напишите. Мы возвратимся и продолжим эту тему. Друзья, в моей программе «Твой лучший день» продолжаем тему спасения, которая необходима, которая важна, которая нужна для каждого человека. Потому что мы все грешники на этой земле. Но Господь принес свое оправдание через Иисуса Христа, где мы упоминали место священного писания. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ну и не просто веровать, но и следовать этой вере, этому свету. Потому что доколе мы следуем за светом, мы имеем себе свет жизни. Дорогие друзья, и как же мы принимаем это спасение, Божье спасение или вечную жизнь? По вере в Иисуса Христа. Да, есть как будут веровать и спасаться, если не будут слышать. Но как написано, как прекрасны ноги благовестника, благовествующего, говорящему Сиону воцарился Господь, говорящему, проповедующему спасение. И в чем спасение заключается? В том, что Сын Божий Иисус Христос, придя на эту землю, взял мои и твои наши грехи, пригвозил их ко Христу. И Он воскрес для нашего оправдания, чтобы мы не оставались в грехе, чтобы мы не умирали в грехе, но чтобы мы могли воскреснуть для новой жизни. И получив эту новую жизнь, дар жизни вечной, и она заключается в Сыне Божьем. Это не просто, знаете, вот какая-то отдельная часть, но это совокупность спасения нашим Спасителем, потому что спасения не бывает без Спасителя. Да. И вот, допустим, мы теперь выясним. Значит, мы осознали свою греховность, заглянув в стандарты, мы видим, что не соответствуем. И вот мы понимаем, что как же спастись, вот о чем. Вот есть некоторые люди, которые думают, вот что Он Иисус сделал, о чем Он там висел, знают, что висел на кресте, а почему Он там висел. Понимаете, очень важно понимать, что вот вы осознали свой грех, вы осознали, что вы не в состоянии заплатить за него, вы не в состоянии измениться, ничего сделать об этом. И вот этот момент, как раз мы приходим к Богу, и конкретно происходит покаяние. Покаяние, Господи, прости меня. На каком основании вас может Бог простить? Вот это надо осознать конкретно, что Бог может простить на основании, что кто-то заплатил. Поймите, что здесь вот вы придете, допустим, в городской отдел, и вам штраф выписали за какое-то нарушение. И вы говорите, ой, пожалуйста, попростите меня, пожалуйста, да я не хотел, да мне нечем заплатить. Нет, это администрация. Понимаете, в суде решается все конкретно, вот ты провинился, ты должен заплатить за это. Понимаете, вот точно так у Бога Он справедливый. Если будет проходить одному, а другому нет, то вообще люди скажут, подожди, почему ты меня наказал, а другого не наказал. Понимаете? Поэтому Бог должен обязательно грех наказать. Если Он сказал, что накажет, Он должен его наказать. Понимаете? Потому что Бог тогда окажется обманщиком. Так вот, что получается, что мы, приходя и сознавая, что мы не в состоянии изменить себя, не в состоянии заплатить за свой грех, мы идем к Богу и просим милости. Но милость будет основываться не просто вот на эти, как бы не понять на чем. Милость будет основываться на истине, на справедливости, которая как бы у Бога в том, что Иисус Христос, вися на кресте, Он заплатил не за свой грех, а заплатил за наш. Понимаете? И если я уже заплатила, я не могу сама заплатить за, допустим, штраф, то кто-то за меня заплатил, с меня требовать уже заплатить снова, это несправедливо. Понимаете? Но очень важно надо знать. Это надо знать конкретно, надо прийти к Богу и поверить. Важно, что вы должны поверить, что Он прощает вас. Поймите, что враг будет вас атаковать. Дьявол, чтобы не сдать позиции свои, он будет атаковать вас, чтобы чувство вины, как это так просто, не может быть так просто. Это что-то вот у тебя убедили. Нет, это ты должен же пострадать. И знаете, вот люди занимались самим бичеванием, они били себе плетьями, плетками. Да, мы знаем, что до сих пор есть народности, которые распинают себя даже. И мы видели видео, это вообще, понимаете, недостаточно. И мы знаем, что вот Мартин Лютер, который был, будучи католиком, вот он, люди ранее от него пошли. И вот он один раз, когда он полз на коленях к двери вот как бы храма, и он думал, что этим он угождает Богу, как же... И ему пришло откровение, а именно написано, что кто-то, кто просит прощения, он прощает. И он увидел, что он ничего не может добавить к тому, чтобы спастись, понимаете, что спасение уже было даром. Уже потом результат спасения, он производит действие, действие послушания, действие благодарности, которое с благодарностью мы уже служим Богу, Его любим, живем для Него, понимаете, но ни в коем случае не для того, чтобы спастись. И вот этот момент мы, если уразумеем, дорогие друзья, то вы просто получите большое благословение. У вас любовь к Богу будет просто совершенно на другом уровне. Поэтому, дорогие друзья, позвоните, напишите, через несколько секунд мы и возвратимся. Друзья, мы продолжаем нашу тему. Спасение – это дар Божий для каждого человека. Это тот подарок, который человек каждый может принять. И Господь сегодня за любви своей, Он говорит, предлагает, избери жизнь или смерть, благословение или проклятие, но я предлагаю тебе, избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Мы даже говорим не о временной жизни, которую Бог хочет благословить здесь, но мы говорим о той жизни, которую Господь обещает нам по вере дать прямо сегодня, когда мы закончим нашу земную жизнь. Потому что верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Об этой жизни мы говорим, о жизни вечной, о вечном спасении. Есть временное спасение, но есть вечное спасение. И, дорогие друзья, даже приняв спасение, мы должны сохранять свое спасение, идти в надежде, идти в вере, и быть осторожным, потому что Господь предупреждает через своих пророков, везде своих апостолов. Он говорит, кто думает, что Он стоит, берегись, чтобы не упасть. И вы, он говорит, чтобы вы совершали свое спасение, и начало спасает, но конец. Есть примеры те, которые повествуют нам предупреждением, что люди начали хорошо, но пошли плохо. Кто знает, что можно все потерять, даже кошелек потерять, но вы не теряете лучше. Да, даже принцип на войне, мы знаем, что часто люди, когда отвоевывают какую-то территорию, высоту взяли, и как только они расслабились, а мы уже победили, и себе сели. Нет, отвоеванную территорию еще надо защищать. Понимаете? Вот точно так, отвоеванное спасение, которое вы приняли, забрали от врага, верою, его надо хранить, его надо беречь, его надо культивировать. И мы видим, Слова Божие о том говорит, святой да освящается еще, праведник да творит правду. И что, если праведник стал не творить неправду, он перестал быть праведником. Понимаете? Он уже творит... Потому что, поймите, что доктор он лечит, а если он начинает убивать людей, это уже убийца. Он уже с доктора превратился в убийца. Понимаете? Почему люди не понимают вещи в духовном смысле точно так же? Получается, если ты не творишь дела праведности, то ты уже где-то... Ты отступник. Ты отступил от истины, написано, и уже ты не ходишь во свете, подобно как он во свете. И Библия нас предупреждает именно конкретно о том, что вы, поступающие по плоти, Богу угодить не могут. Понимаете? Если по плоти, как это поступаем мы по плоти? А мы обиделись. А мы разгневались. Это не значит, что вы никогда в жизни не разгневаетесь. Но что вы сделаете с этим гневом? Дадите вы ему место? Или вы его, знаете, обуздаете, как этого лошака, который пытается прыгать, может быть, знаете, вы его только раз и на место. Бог говорит, точно так, как он предупредил, уже видя Каин, он говорит, грех лежит у порога сердца твоего, но ты господствуй над ним. Вот этот принцип, что Бог даже показал ему, подсказал, и вы видите, что он не... он сделал то, что он хотел. И мы видим, что вот то, что он хотел, значит, он все равно осуществил. Несмотря на то, что, представьте, нам кажется, вот если лично Бог меня бы предупредил, я бы никогда этого не сделал. Вы видите, что сделал? Сделал. Вот это плотская природа, падшая природа, понимаете? Поэтому мы, если будем надеяться на себя, то мы, знаете, это уже самое большое, можно сказать, заблуждение, это когда мы думаем, что мы хорошие люди, и мы можем самостоятельно получить спасение или сохранить спасение. Вот осознание, что без Бога мы ничего не можем, вот это состояние, это смирение, оно сохранит вас. Поэтому, дорогие друзья, наша передача подходит к концу. Мы, на самом деле, еще в последующих будем передачах раскрывать, может быть, еще глубже эту тему. Но мы бы хотели для вас, чтобы вы определились конкретно, что вы имеете вы спасение или нет. Это вы должны сделать для себя конкретное заключение. И только Библия вам даст конкретный ответ. Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни вечной. Дорогие друзья, если кто-то вас скажет, а как насчет других религий? Я не знаю. Я знаю, что Библия говорит, что Иисус Христос есть. Единственный, Он сказал, это даже не Библия, Иисус Христос заявил о себе, что Он есть дверь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. И вот, когда мы читаем, я верю этому слову, потому что оно дает мне жизнь, оно дает мне вдохновение любить, прощать, благословлять людей, понимаете? И вот совершенно не так поступать, как по плоти. И на самом деле, мы хотим, чтобы вы определились для себя, что кем является для вас Иисус, имеете ли вы спасение, и хранить для себя, просто оберегать вот этот вечный дар. И еще хотим напомнить одно место, в которое мы верим, в которое верят многие люди. Написано, что нет другого имени под небом, кроме имени Иисуса Христа, данного людям, чтобы мы могли спастись. Поэтому, дорогие друзья, мы можем предложить то, в что мы верим, что мы имеем. Поэтому примите дар жизни вечной, спасение через Иисуса Христа, и вы никогда не пожалеете. Дорогие друзья, мы очень рады, что вы смотрите эти передачи, поддерживаете нас в молитвах и финансово, телеканал ТБН, который вещается уже в более 184 страны мира. Представьте, сколько русскоговорящих выехало людей из России, из бывшего Союза, и везде находятся. И столько, много есть свидетельств от людей, которые слушают эти программы, слушают Слово Божие, жизни которых меняются. Поэтому вы можете стать участником, партнером в этом деле. На самом деле, в исполнении великого поручения, которое Господь Бог сказал, идите и проповедуйте Евангелие всему миру. Это благая, чудесная весть. Мы прощаемся с вами. До следующих встреч в программе «Твой лучший день». Посылаем вам шалом! Субтитры подогнали Симон. Редактор субтитров А.Семкин